28 августа. Реношечка, сушима. С ней все нормально, купили недавно, сейчас заправляют. Но очень холодно было, баллоны сильно остыли, поэтому меняем один за другим. Если машина орет рядом, то и звук плохой. Это система понижения в айфоне так по-дурацки работает. У меня здесь померил, напряжение идет с генератора сейчас 15,5 вольт. Херня какая-то, риболигулятор наебнулся. Либо вот эти грязные штикеры, видите, оранжевые, окисленные. Сейчас чищу карбоклинером и специальным для проводки, покажу. На аккумуляторе 12,7 пока, но он должен выдавать 14,8 максимуме, а у меня 15,5. Чистил вот этим вот аборовским очистителем контактов, хорошая штука, прямо окис удаляет. Так, мерим напряжение, 14,25, отлично, норма. Ой, фак. Значит, в субариках перенапряжение зависит от грязных контактов. Если контакты грязные вот эти, в данном случае я по воде ездил, по болоту на днях за грибами, вода попала, видимо. И все, получается перенапряжение 15,5 вольт. Почистил контакты, 14,2. Если вам надо срочно продать автомобиль, исправный, неисправный, мы можем сделать это за 1-2 часа. Причем вам не нужно будет заморачиваться с оформлением документов, мы все сделаем за вас сами. Деньги выплачиваем сразу, на месте. Вы можете продать нам неисправный автомобиль, исправный, в любом состоянии, кредитный, залоговый. Выкупаем все машины от 12 до Лексуса. Обращайтесь, телефоны на экране. Попутно, естественно, проводим оценку технического состояния автомобиля. Например, машины после аварии. Многие не могут их отремонтировать или нет средств на это. Мы выкупим у вас такой автомобиль. Еще я обещал показать, как работает новый адовый насос. Он втрое мощнее, чем у меня был. Внутрь сюда не влез. Старый стоял внутри. У него подшипник размотался на электродвигателе. Этот не влез внутрь, поставил снаружи его. На креплениях, на ногах резиновых. Шланги провел толстые, мощные. Поставил еще в тот раз вольтметр. Кнопку водостойку на резиновом уплотнении. Включается вольтметр. Но тут не видно. 11,7 вольта показывает. В общем, производительность теперь втрое мощнее. Там аккумуляторы три штуки здоровые. 18,860 толстые, которые. Насос получился вообще адовый. Просто, просто все сдувает. Но тут не видно. Он, потому что распыляет хорошо. Но он не вдаль распыляет, а потоком мощным. То есть распыление бешеное. Как бы вам так показать? Как бы вам так показать? Вот так, наверное, покажу. Керхер, сука, практически. Если на машине, он даже, смотрите, он даже грязь отбивает. Ну, если ее размочить предварительно, конечно. Машину мыть запросто. Только химию купить. Вот такой насосик получился. Параметры сейчас вам покажу. 12 вольт от 9 до 14 может работать. 4,5 ампера у него ток. 7 литров в минуту производительность. Давление 6 бар. Для работы вообще. Мне так вообще незаменимая вещь. Так, Митсубис приехал еще. Да, да, держите. Здесь у нее регулятор не работает. Мы сейчас подозаправим. Потом поедет. Калек такая девушка. У нее регулятор горячо-холодный не работает. Ну, еще уралетик приехал. А сейчас мы его перезаправим. У него паяли радиатор. Так что, тестовая эксплуатация будет у него. 1000 оборотов надо подержать. Красный аккумулятор. Заводской, видимо. Нет, не заводской, а ЛБ. Производитель Россия. Вот так вот. У него вентилятор на первой скорости не срабатывает. Фар от Радика даже пошел. Сейчас будет большое давление. Случай десяточки. Тогда у него включится сразу вторая скорость. Вот это косяк вентиляторов шевролетовских. У них у многих вот так. Первая скорость отсутствует. Здесь у него интересная. Это так и было? Да. Прикольная обшивочка. Здесь говорит комплектация ОС или ЛД. Вот он Радик помыл, а у него пар валит. Вентилятор крутится уже. Вот тогда и давление валит. У него вот здесь блок управления небольшой стоит. И вам дочинить. Где разъем подключается, там. Но мы заправляем по весам. Поэтому нам пофиг. В любом случае заправим правильно. Там дальше пускай тянет свой блок управления вентилятором. Не справляется. Вентилятор поливаем.